Музыка В армии служил на Дальнем Востоке. Работает в Одинцово. Менялись жизненные обстоятельства. Неизменным оставалось одно – любовь к музыке. У меня музыка на любом инструменте легко давалась. Потому что у меня девушка на гармошке играла, он меня с детства уже приучал. То есть у меня постоянно была музыка какая-то в голове. Это очень легко. Да на любой инструмент. Я в армии тоже служил, попал на полтора года военной оркестра. Я там за две недели на трубе научился играть. Так что у меня музыка на всех инструментах дается легко. Гармошку взял в руки в четыре года. В музыкальной школе освоил баян. Синтезатор, бас, баритон, альт. Кажется, что Евгений Попов может сыграть на чем угодно. Но самые любимые все-таки гитара и баян. Ты сейчас далеко, далеко. Между нами снега и снега. Тебе не дойти не легко. Смерти четыре шага. Работа у Евгения на самом деле опасная. Служба в погранвойсках срочная, затем по контракту. Сразу после работа в полиции. С 2016-го в рядах Росгвардии. Работаем в группе задержания. Выезды по сигналам тревога. Охраняем объекты по договорам. Мы, как говорится, должны побыстрее приехать. Самые первые. А еще охрана общественного порядка. Работы много. Работа сложная. Но время на музыку Евгений находит. Любимых песен в репертуаре нет. Старается угодить слушателям. Все зависит, конечно, от возраста человека. Если я, например, играю там, где уже возраст, как говорится, возраст, да, назовем так, то там, конечно, застольные песни больше приветствуются. Если я играю где-то для молодежи, они просят такие молодежные песни. Вот как Федерико Феллини, «Сектор газа», «Король и Шут», например. Вот. Также любые. Ну, и из моих друзей тоже есть люди, которые уважают песни старых лет, военных лет. Мы все поем. Сейчас музыкант-росгвардеец разучивает песни «Фантазер» и Федерико Феллини. Последняя пользуется особой популярностью у поклонников его творчества. Они снова и снова просят Евгения сыграть ее на баяне. Я, как Федерико Феллини, «Передайте Оскар этой богиня, Словно кукла в армии на витрине, Хочет главную роль картине». Когда служил на Дальнем Востоке, успел поездить с гастролями, сейчас играет больше для своих. Впрочем, поклонников у Евгения немало. Только на его канале в Ютуб их почти 8 тысяч, а некоторые песни набирают по миллиону просмотров. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.